Альбом В этих альбомах, как и было принято раньше, фотографии сопровождаются подписями. Здесь портреты не только директоров и заведующих, но и, к примеру, уборщицы, товарища Мануйловой. А вот читальное зало. В 19 веке говорили именно так, с 41 рабочим местом. Изначально фотографии в альбоме были очень маленького размера. Они достаточно старые, на них есть потертости, желтизна. И сейчас они выглядят вот так. Мы добавили цвета, добавили четкости, яркости. Это и была главная цель восстановить и показать историю читателям публички. С помощью специального сканера, а затем и профильных программ специалисты перевели в цифровой формат уникальные фотографии. Ну, пока мы просто поэкоперентировали около 35 фотографий из альбома, взяли, посмотрели, что из этого вышло. Также у нас есть другие альбомы, есть отдельно фотографии, которые были сняты либо нашими читателями и когда-то приносились в библиотеку, либо с мероприятий, которые проводила библиотека. Фотоархив научной библиотеки насчитывает не одну сотню редких и уникальных снимков. А потому здесь говорят, если ожившая история не только самой публички, но и всего Челябинска станет для читателей интересной, работу с оцифровкой кадров продолжат. Юлия Анфалова, Вячеслав Ватутин, Владислав Шишмаренков, Урал-1.